все можно можно начинать до доброе утро всем любителям нейро наук которые собрались немножко тему поспешила там у нас получилось да вы поняли теперь уже там и немножечко пытались изменить логику изложения материала и вроде как казалось целесообразным после ионных каналов чтобы алексей юрьевич почитал про биофизику в основном да про потенциал и как все это дело происходит в нервной системе и сегодня у нас будет лекция посвященная молекулярно-клеточной биологии синапса и следующую лекцию алексей юрьевича попросим про синаптическую пластичность потому что мне кажется это вот как-то все очень здорово между собой связано и пока мы освежаем с вами в памяти структуру до структурные молекулярные особенности строения вот и тут же как бы функцию затронуть ну и сразу к нашему материалу да тогда значит мне очень нравится вот эта фраза джосефа леду да собственно почему нам важно понимать как устроены как работают синапсы потому что вы это ваши синапсы и они это то что вы из себя представляете да значит очень красиво сказано мне кажется да и я надеюсь потому что что в общем по истечении наших вот этих двух лекций вы тоже будете понимать почему мы с вами есть то как устроены и работают наши синапсы ну и начать мне немножко хочется с одной стороны с напоминания с другой стороны с такого исторического контекста посту поскольку по крайней мере мне кажется важным чтобы хотя бы быть имена особенно у тех кто не имел отношения к глубокому изучению биологии или нейробиологии анатомии они все-таки были в памяти потому что ну то что мы знаем во многом мы обязаны этим людям ну и на первой лекции вам полминаславич рассказывал про то что когда формировалась нейронная доктрина в принципе существовала и когда появились методы микроскопии и возможность исследовать клетки и собственно клеточная теория сформировалась то есть это вот 19 век существовало два основных течения которые пытались объяснить как работают как работает нервная система и что она из себя представляет и два основных сторонника разных течений в этой области камила гольджи и сантьяго рамона кахал представляют две два таких экстремума в этих областях камила гольджи изобретатель метода окраски по гольджи метода серебряной импрегнации который позволяет получить на поверхности нейронов осадок хромата серебра и благодаря этому собственно стало возможным наблюдать нейроны и делать какие-то суждения о том как устроен мозг как устроена центральная нервная система и тем не менее несмотря на то что он предложил этот метод окраски он собственно и исследовал нервную систему с помощью этого да это просто для чисто методически для тех кто не знает метод гольджи позволяет выкрашивать не более двух процентов нейронов в мозге почему выкрашиваются эти два процента не знает никто до сих пор не понимает собственно никакой под этим особой какой-то химии специфической тоже не найдено но не более двух процентов клеток но выкрашиваются клетки со всеми отростками шипиками очень четко можно наблюдать структуру клеток вот собственно вы видите это рисунки сантьяго рамона кахала со срезов мозга окрашенных по методу гольджи то есть очень четко можно наблюдать структуру клетки но при этом совершенно непонятно почему эта клетка красится соседняя клетка не красится так вот камила гольджи считал что нервные нервные сети нервные нервная система представляет собой протяженность состоящую из клеток которые непосредственно перетекают одну в другую то есть такой наверное синцитий правильно здесь было бы назвать да значит такой непрерывно непрерывная сеть а рамона кахал был ярым сторонником клеточной теории считал что нервная система состоит из отдельных нейронов и это позднее было доказано с помощью микроскопии и вот собственно под портретом рамона и кахала это портреты немецких анатомов которые были первооткрывателями что ли фактически того что нервная система это собственно сеть состоящая из отдельных клеток которые функционально взаимодействуют между собой это вильгельм кунне это вильгельм краузе и хайнрих валдейр собственно люди которые фактически доказали что нервная система состоит из отдельных клеток ну и конечно нельзя не вспомнить имя чарльза шерингтона сэра шерингтона который собственно ввел понятие синапса в наше обращение в конце 19 века синапс это место контакта между клетками или между нейронами или между нейроном и эффекторной клеткой вот значит соответственно от произошло название от греческого обнимать или пожимать да вот собственно это место рукопожатия между клетками и представляет собой синапс это место и анатомические анатомического контакта и функционального контакта между клетками ну и наконец еще вот последний такой портретный слайд собственно это те люди благодаря которым мы многое сегодня знаем о роли синапсов в функциях мозга это люди которые работали в двадцатом веке главным образом да ну кого-то нет из них кто-то по-моему и едва ли я не помню кэндалл умер у нас уже не помню честно да значит это все кто внес тот или иной вклад в наше представление ну доналд хэп который собственно ввел теорию разработал теорию синаптической пластичности и ее роли в организации поведения это ерце конорские ученик павла да ну вот тут наверное едва ли про близ и лома лома по моему нет уже близ по моему еще вроде бы был жив про пир андерсона не помню соответственно ерце конорские который да был учеником павлова сторонником условно-рефлекторной теории и суп он ввел понятие синаптической пластичности вообще как термин и как понятие в точнее пластичности нервной системы в деятельности мозга сформулировал ну конечно эрик кэндалл который в 60-е годы 60-70-е годы собственно обосновал как синаптическая пластичность может быть вовлечена формирование памяти ну и вот это замечательно совершенно троицы это тимоти близ 3 лома и пер андерсон терри лома был первым кто показал существование долговременной потенциации длительной потенциации нервных связей и опубликовал будучи студентом в лаборатории пир андерсона он опубликовал в виде тезиса первые первое сообщение о долговременной потенциации и затем они с близом сделали несколько работ серию блестящих работ которые в общем показывали наличие такой долговременной пластичности и объяснили с точки зрения именно синаптических процессов ну наверное с точки зрения истории достаточно да и мне бы хотелось даже когда вы встречаете эти имена вы в общем понимали о ком идет речь и о каком периоде развития науки идет речь и так места контакта между нервными клетками могут быть организованы совершенно по-разному мы с вами об этом уже говорили на лекции посвященные межклеточным контактам и говорили о том что это особый тип контактов коммуникативные контакты два типа синапсов основные существуют это электрические синапсы которые представляют собой менее одного процента от общего числа синапсов в нервной системе и химические синапсы остальная часть подавляющая существуют смешанные синапсы и очень многие синапсы в центральной нервной системе могут иметь часть которая организована как электрический синапс и эта часть может оказывать заметное модулирующее воздействие на работу самого синапса на синаптическую трансмиссию чем принципиально отличаются два этих типа синаптических контактов в электрическом синапсе исходя из названия существует непосредственная передача тока электрического и возбуждения по нервному волокну путем непосредственного тока из одной клетки в другую клетку в химическом синапсе трансмиссия является не прямой и возбуждение мега торможение будет ну в данном случае торможение как результат скорее да возбуждение будет передаваться благодаря высвобождению из одной клетки и действию на другую клетку химической специально химической химического вещества который мы называем медиатором или нейромедиатором нейротрансмиттером по-английски по-разному и по-русски мы тоже в общем иногда употребляем и то и другое название синапсы могут формироваться на совершенно разных частях нервной клетки и между совершенно разными частями нервной клетки но вот на этом рисунке вы видите возможные места локализации синапсов на нейроне у нас с вами нервная клетка до тела нервной клетки аксон дендриты соответственно в зависимости от того какие синапсы образуются мы их соответствующим образом именуем это могут быть аксодендритные аксоматические ну и так далее да это в общем такая наша с вами азбука с которой мы зачастую имеем дела и общаемся я думаю что в общем то все кто как-то касался нейробиологии об этом помнят и знают электрические синапсы с них мы начнем электрические синапсы были обнаружены в конце 50-х годов и вот эти два ученых опубликовали две работы в 57 59 году посвященные передачи нервного импульса в гигантском моторном синапсе краба рака соответственно это рисунок вот из этой ровно статьи 59 года где показан и подход который они использовали это микроэлектродная техника которая была уже доступна в то время и соответственно это у нас гигантское волокно нервное и имеются место контакта между двумя клетками между одним волокном и вторым волокном и здесь и находится тот самый гигантский синапс который изучали эти авторы и показали что происходит очень быстрая передача в этом синапсе основное требование которое предъявляется к синапсам такого рода это то что расстояние между двумя клетками которые образуются которые образуют этот синапс должно быть очень маленьким фактически это непосредственные контакты мы с вами об говорили когда говорили межклеточных контактах это контакты плотные образованные коннексинами и каждый из них имеет канал который доступен для прохождения ионов поэтому у нас с вами возникновение электрического тока в одной клетке вызывает ток ионов проникновение юнов через каналы в другую клетку и таким образом возбуждение непосредственно передаются то есть это прямая передача тока из одной клетки в другую и второе важное почему это было возможно именно в гигантском моторном синапсе второе важное свойство это оно вытекает из собственно закона ома который связывает у нас с вами объем и сопротивление клетка которая проводит возбуждение и которая формирует этот синапс должна иметь гораздо больший объем по сравнению с той клеткой которая является мишенью то есть той на которой формируется постсинаптический постсинаптическая часть образована тогда у нас с вами сопротивление второй клетки очень маленькая и ток перетекает из клетки большего объема в клетку меньшего объема совершенно спокойно почти не встречая сопротивления вот это очень важное требование для электрического синапса ну и соответственно напоминаю вам да мы по моему эту картинку даже рассматривали с вами более подробно если память не изменяет как устроены коннексоны и составляющих коннексины когда говорили о плотных контактах что такое электрический синапс это плотный контакт контакт плотный образован трансмембранными белками коннексинами коннексины собраны в специальные комплексы из шести суб единиц из шести точнее белковых молекул вот они на рисунке да и такую замечательную структуру образует она вот ровно такая какая есть какая нарисована и в микроскоп ее можно рассмотреть в электронный микроскоп она ровно так и устроена значит два коннексона образованных каждый образованный из шести коннексинов плотно взаимодействуют друг с другом у нас имеется пора проходящая через оба этим коннексона пора это канал водный через который могут проникать различные небольшие молекулы или ионы по градиенту концентрации но с точки зрения ионов нам вот эти два интересны потому что они легко проходят через такой канал далее что нужно для того чтобы этот плотный контакт был синапсом нужно чтобы не было никаких барьеров то есть если в электрии в химическом синапсе мы позже будем рассматривать там глиоактивный участник то здесь они не должны быть разделены глиальными клетками и собственно вся эта область зачастую в ходе состав тайт джанкшен то есть контакта адгезионного который образован с помощью молекул клеточной адгезии да то есть нужно чтобы мембраны очень плотно прилегали друг другу чтобы практически не было расстояния между коннексонами где в нервной системе у млекопитающих мы можем увидеть электрические синапсы значит электрические синапсы наиболее часто наблюдаются между тормозными интернейронами там они работают функционируют и это оксоаксональные тормозные синапсы в гиппокампе значит вот эти именно тормозные синапсы то и гиппокамп как такая вот структура где наиболее часто мы можем встретить такой тип синапса значит когда открывали первооткрыватели собственно проведение прямое проведение электрического тока как оно было открыто значит оно было открыто когда они возбуждали гигантский аксон и смотрели ответ в моторном нейроне который образует с ним контакт вот такие две записи это тоже записи из их работы и что для них что что характерно вот мы возбуждаем клетку она нам отвечает с определенной амплитудой происходит изменение разности потенциалов и мы регистрируем практически без задержки такое же возникновение с чуть более низкой амплитудой ответа в клетке из которой мы пишем ответ да то есть из моторного окончания задержка здесь составляет менее одной десятой миллисекунды то есть порядка 100 микросекунд соответственно это дало им основание предположить что ничего не нужно здесь прямая передача тока идет и еще одной важной характеристикой электрического синапса является то что в принципе возбуждение может распространяться в обе стороны как по нервному волокну собственно если мы с вами берем кусок нервного волокна и начинаем в определенной точке его возбуждать то есть менять разность потенциалов разность потенциалов будет равномерно распространяться изменение этой разности потенциалов будет равномерно распространяться в обе стороны по волокну и в этой ситуации Вы понимаете, что двунаправленное распространение импульса будет неэффективным с точки зрения передачи сигнала. Когда у вас в одну сторону и в другую сторону, когда оно дойдет до эффекторного органа, непонятно когда. И в этом случае как раз разница в размере между клеткой прессинаптической и клеткой постсинаптической обеспечивает односторонность проведения. Когда у вас клетка прессинаптическая имеет большой объем, она обладает большим сопротивлением, то, соответственно, ток будет распространяться только в ту сторону, где сопротивление это меньше. В значительной степени электрические синапсы нужны в тех ситуациях, когда нам нужно синхронизировать работу нервных структур или мышечных волокон. И большой выгодой по сравнению с другими типами синаптических контактов является то, что такие синапсы обладают очень низкой утомляемостью, поскольку содержание ионов достаточно большое. Для того, чтобы передать прямым образом ток путем затекания, нам не нужно много времени, не нужно много ионов, для того, чтобы изменить разность потенциалов на постсинаптической мембране. И у нас с вами не нужно ничего синтезировать, дополнительно затрачивать силы на упаковку медиатора и так далее, как мы увидим в химическом синапсе. Поэтому вот такая низкая утомляемость обеспечивает очень высокую работоспособность. И еще одним важным отличительным свойством, которое уже было в первых опытах замечено, является то, что амплитуда сигнала, который передается через электрический синапс, она может убывать. То есть амплитуда ответа будет ниже, чем амплитуда того сигнала, который пришел по прессинаптической клетке. Ну и наконец, наряду с ионами, это вы помните из нашего с вами разговора про межклеточные контакты, эти самые коннексоны являются проводниками для очень большого числа так называемых малых молекул, которые могут являться и медиаторами, и метаболическими какими-то продуктами, продуктами метаболизма клеток. Клетки могут ими обмениваться. Ну вот некоторые из них здесь перечислены. Это циклические нуклеотиды CMF, CGMF, это инезидол-3-фосфат, который очень часто выполняет роль вторичного посредника. Витамины могут проходить некоторые небольшие, и даже некоторые нейромедиаторы могут проникать через коннексон. То есть непосредственно много разных молекул наряду с ионами попадает в постсинаптическую клетку. Ну и примером работы в центральной нервной системе, это классический такой пример, это электрические синапсы, которые работают в маутнеровых клетках. Маутнеровские нейроны в заднем мозге рыб. Вот здесь приведена схема нервной сети, которая связана с маутнеровским нейроном. Маутнеровские нейроны контролируют быстрый ответ животного, когда ему необходимо избежать какой-то угрозы. С точки зрения рыбы угрозой является хищник, который появляется. Задача какая? Задача отпрыгнуть, и задача при этом не поплыть в сторону хищника, поскольку мышцы могут по-разному сработать. И вот такую функцию быстрого вовлечения, правильного вовлечения мышц тела в правильный ответ в значительной степени выполняют маутнеровские клетки, имеющие электрические синапсы с другими нейронами. На этой схеме вы видите волосковые клетки, которые являются чувствительными клетками, расположенными на поверхности тела рыбы, и которые чувствуют колебания воды, в данном случае которые могут от какого-то крупного объекта исходить. Часть клеток этих имеет непосредственно тормозные контакты на латеральном дендрите, который отходящим от маутнеровской клетки и иннервирующим мышцы. Это смешанный синапс, здесь есть и электрическая и химическая часть, они здесь обозначены, вот это электрический контакт, это химический контакт. Далее волосковые клетки через вестибулярное ядро и восьмой нерв осуществляют контроль через возбуждающий химический синапс, расположенный у выхода аксона этой клетки. И одновременно от контролатерального восьмого нерва существует тормозный химический синапс и тормозный электрический синапс. Значит, какая задача всей этой сети? Эта задача заключается следующим образом. Если у вас с одной стороны появляется угроза какая-то и у нас воспринимаются колебания волн, нам нужно, чтобы произошло торможение мышц, расположенных вдоль тела рыбы на стороне угрозы, и резкое сокращение мышц, расположенных на контролатеральной стороне. И плюс идет от маутнеровских клеток иннервация к грудным мышцам, которые обеспечивают резкий толчок, отскакивание от препятствия или отскакивание от хищника. Нам нужно, соответственно, затормозить эту часть, чтобы в сторону хищника не поплыть, и сократить эту часть, чтобы в эту сторону тело изогнулось, и дальше начались биения хвоста, чтобы рыба могла уплыть. Поскольку нужно сопрячь очень быстро эту систему, здесь как раз на помощь приходят электрические синапсы, которые, с одной стороны, затормаживают действие мышц на ипсилатеральной стороне тела, и возбуждают, наоборот, контролатеральную сторону для того, чтобы произошло сокращение мышц. Вот эта ситуация примерно такой же смысл в значительной степени обеспечивается, такая же работа обеспечивается электрическими синапсами в нервной системе рака и обеспечивает вот это вот печенье от хищника или печенье от препятствия, которые очень часто у этих животных в случае угрозы или столкновения с препятствиями наблюдается. Вот там, когда нужно очень быстро скоординировать, тогда нужны электрические синапсы. Второй пример, когда электрические синапсы работают, это сопряжение мышечных волокон в миокарде, когда нужно достичь быстрой синхронизации, проведения сокращения. Для этого нужно очень быстрое проведение потенциала действия. Модифицированные клетки миокарда принимают участие в контроле ритма, проводящая система миокарда. И вот там работают очень активно электрические синапсы. На рисунке здесь приведено, вы видите, что вблизи обязательно находится плотный контакт, который удерживают две соседние клетки друг относительно друга. Имеется gap junction, то есть фактически электрический синапс, образованный коннексонами. И именно через коннексоны идет распространение потенциала действия от одной клетки миокарда к другой клетке миокарда. И этим самым достигается очень быстрая синхронная работа, очень быстрое распространение по миокарду потенциала действия и быстрое сокращение мышц. Электрические синапсы встречаются и в гладкомышечных клетках. Также они там участвуют в распространении потенциала действия. И gap junction принимают участие в распространении кальциевого сигнала между глиальными клетками. Это, конечно, мы, собственно, до конца не очень знаем, что такое кальциевые волны, которые в глиальных клетках наблюдаются. Но вот механизм их быстрого распространения, этих кальциевых волн, он обусловлен наличием таких специализированных плотных контактов из коннекционов между этими клетками. Именно они обеспечивают проникновение кальция из одной клетки в другую. Ну и, наверное, то, что занимает большую часть наших с вами интересов у всех, это химический синапс. Химический синапс – специализированный тип межклеточного контакта, либо между двумя нейронами, как я сказал уже раньше, либо между нейроном и эффекторной клеткой. Он состоит из… Это такое специализированное образование между прессинаптическим и постсинаптическим нейроном. Мы подробно сейчас рассмотрим, ну, насколько возможно подробно, насколько я знаю, я знаю это, подробно представляю. Мы рассмотрим, как это может быть устроено, исходя из тех знаний, которые существуют в настоящее время, и немножко о тех механизмах, которые участвуют в передаче сигнала в химическом синапсе, которые нам важны дальше с точки зрения понимания процессов синаптической пластичности. Собственно, чтобы вы понимали, что синаптическая пластичность – процесс структурно-функциональный, в нем обязательно задействована и модификация структуры синапса, и модификация функций, которые с этим синапсом связаны, для того, чтобы этот сигнал определенным образом распространялся. На схеме с левой стороны вы видите принципиальную схему, как устроен, может быть, синапс. Это типичный синаптический контакт, образованный аксонной терминалью на постсинаптической клетке, состоит из пресинапса, имеющего пресинаптическую мембрану, пресинаптический компартмент. В пресинаптическом компартменте находятся визикулы или эндосомы, которые мы с вами уже упоминали когда-то, когда говорили про транспорт внутриклетки и транспорт через мембрану. Эндосомы или визикулы синаптически подвергаются экзоцитозу. Синаптический сигналинг осуществляется от пресинаптической клетки к постсинаптической клетке. На постсинаптической мембране имеются специальные рецепторы, которые воспринимают высвобождающийся нейромедиатор и в соответствии с ним дальше передают сигнал, либо генерируя постсинаптический потенциал, либо передавая метаболический сигнал в клетку. Ниже вы видите электронную микрофотографию синапса, вот синаптический контакт. Это пресинаптическая терминаль, то есть терминаль аксонная. Вы видите, она заполнена визикулами. В данном случае это прозрачные визикулы, то есть это практически все визикулы, содержащие медиатор. Имеется активная зона этого синаптического контакта, где сосредоточено максимальное число визикул. Вот постсинаптическая клетка, постсинаптическая мембрана, постсинаптическая плотность, которая в электронный микроскоп видна, как такая плотно окрашенная структура. В свое время Николай Степанович Косицын этим занимался и был одним из первых, кто описал, как выглядит постсинаптическая плотность в электронный микроскоп. Я не знаю, кто считал, но считается, что мозг взрослого человека содержит порядка 10 в 14 степени синапсов. Наверное, мы с помощью каких-то математических аппроксимаций можем это предположить. Опять напоминаю вот этот слайд. Мы с вами его рассматривали, когда говорили о экстраклеточном матриксе, о том, как устроены межклеточные контакты, и говорили, что существует две основных модели синапса, устройства синапса, в первую очередь возбуждающего синапса. Это трехчастные и четырехчастные синапсы. Соответственно, трехчастный синапс подразумевает… Все относится только к химическому синапсу. Трехчастный синапс подразумевает то, что функциональным важным структурным и функциональным компонентом синапса является глиальная клетка. Если у нас здесь две клетки образуют синаптический контакт, вот как здесь нарисовано на этой схеме более крупный, у нас рядом имеется обязательно астроцит, который своей ножкой или отростком обволакивает место синаптического контакта. С одной стороны, обеспечивает то, что у нас практически не вытекает глутамат за пределы синаптической щели, то есть такая изоляция. С другой стороны, здесь имеются транспортеры глутамата, которые активно поглощают его из щели, и благодаря этому у нас избыток глутамата поглощается из синаптической щели, может прекращаться передача через этот синапс или ограничиваться. Дальше в результате глутамат-глутаминового цикла у нас происходит превращение глутамата в глутамин в астроците, и глутамин поступает из глиальной клетки в пресинапс, и таким образом уже там снова образуется глутамат и используется глутамат для синаптической трансмиссии. Четырехчастный синапс – концепция, предложенная относительно недавно Дмитрием Русаковым и Александром Детятевым. И тоже я вам об этом говорил, они рассматривают активную роль экстраклеточного матрица в обеспечении синаптического взаимодействия, и глия в данном случае может являться сама источником молекул экстраклеточного матрица, который полимеризуется и обеспечивает плотное взаимодействие пресинапса-постсинапса как двух частей синапса, глия – третья часть, и, соответственно, экстраклеточный матриц – это четвертая часть синапса. Ну и вот на этом рисунке перечислены различные возможные сигнальные процессы, которые опосредуются каждым из участников вот этого четырехчастного синапса. Пресинаптический компартмент. Пресинаптический компартмент – это аксонный терминаль, терминаль, которая образована аксонным окончанием, то есть, ну, собственно, из названия это следует, и она содержит все органеллы практически, которые необходимы для функционирования клетки. Здесь есть и митохондрии, они обнаруживаются, и лизосомы, и, конечно, элементы цитоскелета – это и микротрубочки, и филаменты, и гладкий эндоплазматический ретикул. То есть, практически здесь очень мало рибосом, хотя, опять же, я вам рассказывал на какой-то из предыдущих лекций, что есть такая точка зрения, что рибосомы укреплены изнутри на пресинаптической мембране, и когда этот синапс активируется, рибосомы отсоединяются, присоединяются к эндоплазматическому ретикулуму и синтезируют необходимый для построения шипика, формирования шипика актин, который используется для синтеза цитоскелета, синтеза актиновых филаментов, которые, собственно, составляют структуру внутреннюю, внутренний цитоскелет шипика и поддерживают его структуру. Значит, наряду с перечисленными типичными компонентами, типичными органеллами клетки, характерной чертой пресинапса является большое количество визикул различного размера, различной формы и актиновых нитей, на которых эти визикулы закреплены в основной своей массе. То есть они не просто визикулы набиты и, толкаясь, перемещаются по пресинапсу, они удерживаются в определенных участках пресинапса с помощью актиновых нитей, элементов фактически цитоскелета. Что же представляют собой эти визикулы? Мы с вами в прошлый раз, когда говорили о визикулярном транспорте, как раз об этом говорили, что визикулы являются элементами поздних эндосом, отшнуровываются от эндосомы, и фактически то, что мы называем с вами синаптическими визикулами, это такие небольшие эндосомы, заполненные медиатором. Поэтому они имеют типичную для эндосомы мембрану, состоящую из липидов, из липидного компонента. Благодаря этому они удерживают такую визикулярную форму. Большое количество белков, которые могут быть интегральными, могут быть сопряженными с мембраной, принимающими участие в транспорте этих визикул и в процессе эгоцитоза, а также в процессе заполнения визикулы медиатором. Опять же, я вам показывал на схеме, на предыдущей лекции, как происходит наполнение, например, ацетилхолином, благодаря действию протонной помпы, занимающей значительную площадь визикулярной мембраны. Два основных типа визикул встречаются. Это визикулы гранулярные-агранулярные. Они разные по размеру и разные по электронной плотности, поэтому в электронный микроскоп мы видим, одни визикулы как прозрачные, такие шарики или кружочки, другие визикулы будут как плотные, набитые, такие электронно-плотные, темные кружки. Как правило, агронулярные синаптические визикулы небольшие по размеру, до 50 нанометров в диаметре. Они содержат классические низкомолекулярные медиаторы, все типы нейромедиаторов. Соответственно, в разных нейронах они будут разные по химизму. И в разных синапсах они будут разные. Гранулярные визикулы – это визикулы, которые содержат пептиды. При этом визикулы, которые находятся в синаптических окончаниях, в прессинапсах, содержат пептиды, которые могут в значительной степени принимать участие как раз в обеспечении синаптической передачи. Потому что вы знаете, что наряду с типичными низкомолекулярными медиаторами пептиды могут выполнять модулирующую роль, то есть могут изменять состояние постсинаптической клетки таким образом, что она становится более или менее восприимчивой к сигналу, который передается основным медиаторам в этом синапсе. Я так употребляю понятие «основной медиатор» – «основной медиатор», чтобы вы, опять же, знали, что когда я учился еще какое-то время назад, а уж, наверное, люди, которые старше меня, это вообще было железным принципом тогда, существовал так называемый принцип Дейла, который якобы был сформулирован сэром Генри Дейлом и касался медиаторной специфичности нейронов. Он вроде бы гласил, что один нейрон – это один медиатор. И нас тоже этому когда-то учили в институте. Потом пришло понимание, что наряду с медиаторами могут выполнять определенную сигнальную роль пептиды, а уж когда еще позже пришло понимание, что существуют еще такие газовые мессенджеры или газообразные мессенджеры, такие как оксид азота, оксид углерода, сероводород, которые могут тоже играть свою роль в сигнальных процессах, вроде стали это формулировать как один нейрон – типичный медиатор, один типичный медиатор или один классический медиатор. А сегодня выясняется, что это вообще несправедливая вещь, поскольку существуют нейроны, которые могут несколько медиаторов одновременно синтезировать и более того, даже содержать в одном синапсе, в одном пресинапсе, содержать визикулы, наполненные разными медиаторами, которые могут иногда даже высвобождаться одновременно. Такое, например, наблюдается в холинергических нейронах стриатума, которые могут наряду с ацетилхолином синтезировать и выбрасывать, самое главное, высвобождать гаммк. Такая же история описана для холинергических нейронов, которые могут одновременно синтезировать глутамат, что еще более интересно, и высвобождать глутамат и ацетилхолин. Ну и в онтогенезе существуют довольно интересные взаимодействия, опять же, касающиеся холинергической системы, когда нейроны, закладывающиеся исходно как холинергические, при созревании перестают быть холинергическими и становятся глутамат ирогическими. То есть вот все смешалось в доме Обломских, и мы сегодня уже говорим о том, что в принципе нейрон может синтезировать любой медиатор по потребностям, или по крайней мере какие-то типы нейронов могут такое делать, что с одной стороны в значительной степени расширяет наше представление о том, что такое пластичность вообще в нервной системе, а с другой стороны затрудняет в определенной степени подходы к изучению и пониманию функций отдельных клеток. То есть получается, что она гораздо более многообразна, чем в принципе мы раньше могли себе это представить. Ну и наконец, наряду с электронно-микроскопическим оперансом, или видом гранулярной агранулярной визикулы, визикулы могут различаться по структуре мембраны и по тому, где они находятся при синаптическом окончании. Ну, из таких визикул выделяют здесь синим обозначены клатрин, покрытые визикулы, или визикулы, покрытые клатрином точнее. Это визикулы, которые находятся в стадии быстрого формирования, и они встречаются в непосредственной близи от при синаптической мембраны, с внутриклеточной стороны, естественно. Опять же, помните из предыдущей лекции моей, что мы с вами говорили о том, что клатрин – это специальный белок, имеющий специальную структуру, который очень быстро собирается в определенную форму и позволяет, благодаря своим свойствам структурным, сформировать инвагинацию на мембране и очень быстро сформировать эндосому. Из мембраны, в любом месте мембраны, где произошла сборка клатриновой вот этой крышки такой. Дальше существуют такие плоские уплощенные визикулы, тоже агронулярные, которые получили название цистерн, и, собственно, эндосомы. Вот три вот этих типа визикул, они подвергаются процессу, который в англоязычной литературе получено название ресайклинга, ну, рециклирование, наверное, мы будем по-русски это называть, потому что, если честно, я просто не знаю, круговорота в прессинаптическом окончании. Ну и, наконец, здесь же мы в прессинаптическом окончании можем встретить транспортные визикулы, которые приходят от эндосом и приносят какие-то необходимые для работы прессинаптического окончания метаболиты, которые здесь же используются либо для построения мембраны самих визикул, потому что у нас две формы транспорта в визикулах, это то, что она внутри имеет, как бы в составе цитоплазма, которую захватила, или в составе вещества из эндосомы, которая захватила эта визикула и несет в себе. И вторая форма транспорта – это, собственно, липиды, которые в составе мембраны находятся, и белки, которые в этой мембране находятся, которые могут быть использованы и для построения мембранной клетки, и в качестве строительного материала для построения других визикул. Когда стали доступны средства более продвинутой электронной микроскопии, когда стало возможным делать сканирующие изображения, не проходящие, а сканирующие, то с использованием таких методов типа замораживания, скалывания и сканирования электронно-микроскопического поверхности на препаратах, полученных из нервно-мышечного окончания лягушки, было показано, что визикулы не просто находятся в виде скопления, что ли, при синаптическом окончании, а строго, может быть, слово строго не очень, упорядочены. В общем, они имеют упорядоченную структуру. На этих фотографиях, которые были опубликованы еще в конце 70-х годов, было показано, что, во-первых, визикулы выстроены буквально напротив активных зон, где происходит выброс медиатора из пресинапса. И, опять же, было получено изображение, вот видите, моменты слияния визикул с пресинаптической мембраной, когда открывается пора, и отсюда выбрасывается медиатор. Вот непосредственно прикреплены визикулы к пресинаптической мембране с внутриклеточной стороны. И что самое интересное, именно благодаря этому сканированию поверхностей, было получено, что они в нервном мышечном окончании выстраиваются прямо в такие специальные цепочки, которые, собственно, находятся ровно там, где происходит выброс медиатора. И вот уже позднее с помощью трехмерной реконструкции изображение, это электронно-микроскопическая томография, были получены вот такие вот трехмерные структуры, и действительно было показано, что визикулы прямо напротив активной зоны и заякорены к мембране. И здесь вот они, собственно, и расположены, чтобы выбрасывать медиатор. Опять же, в конце 60-х годов этими двумя учеными, Бернардом Катцем и Полем Фаттом, была предложена квантовая гипотеза релиза медиатора, в освобождении медиатора. Эти ученые, собственно, пришли к формулировке этой гипотезы, электрофизиологически исследуя процессы нервно-мышечной передачи в нервно-мышечном синапсе лягушки. Это был такой очень популярный объект. Он и сейчас остается у физиологов объектом популярным. Достаточно очень хороший синапс, удобный для исследования, достаточно большой. И эти ученые увидели то, что в ответ на... Даже в условиях покоя происходит генерация отдельных постсинаптических потенциалов. И они пришли к выводу, что выброс медиатора происходит в виде таких отдельных порций, которые они назвали квантами. И сформулировали на основании этого свою гипотезу, что медиатор выбрасывается квантово, то есть отдельными порциями во времени. Считали, что морфологическим коррелятом такого квантового выброса является собственно синаптическая визикула. И выброс медиатора, содержащегося в синаптической визикуле, является тем самым квантом медиатора, достаточным для того, чтобы вызвать формирование миниатюрного постсинаптического потенциала или миниатюрного постсинаптического тока. Надо сказать, что есть точка зрения, что эта гипотеза не очень справедлива. И есть даже предложение пересмотреть эту квантовую гипотезу в освобождении медиатора, поскольку она не отвечает всем современным данным по соответствию порции выбрасываемого медиатора и величине постсинаптического потенциала. Не знаю, насколько это среди людей, более пристально занимающихся этими процессами, популярно. Во всяком случае, я не встречал нигде пока ни в литературе какой-то такой современный, ни в учебниках, так что мы должны все, что Кац предложил, отвергнуть. Среди всего пула синаптических визикул различают три основных пула. Тоже эти представления пришли исходно из исследований нервно-мышечного синапса. Какие это группы визикул синаптических? Во-первых, это группа Ready to Release. Это группа непосредственно готовых к высвобождению визикул. Это всего 1% от общего количества визикул, которые есть в прессинапсе. Они расположены непосредственно на прессинаптической мембране с внутренней стороны и фактически прикреплены к мембране в месте синаптического контакта. То есть это те визикулы, которые сразу же будут взаимодействовать с мембраной, как только придет потенциал действия в прессинапсе, как только откроются потенциалуправляемые кальциевые каналы. Второй пол-визикул, который наблюдают, он расположен также недалеко от непосредственно активной зоны, это рециклирующий пол или возвратный пол, что ли. Это те визикулы, которые готовы освободить медиатор, высвободить медиатор, если у нас существует некая умеренная в физиологическом смысле умеренная стимуляция прессинапса. Когда мы говорим о нормальных физиологических процессах, неизбыточных, нечрезмерных действиях каких-то стимулов, я сейчас с вами говорю, а в моем мозге те нейроны, которые отвечают за речь и те, которые идут на мышцы, они высвобождают медиатор не только из RRP пола, но и из этого рециклирующего пола, который постоянно находится в круговороте. То есть эти визикулы подошли к мембране, освободили медиатор, тут же вернулись обратно и накапливают медиатор для следующей порции. Однако если я буду кричать очень сильно, наверное, оглушая и себя, и вас, или если я буду, например, какой-то запредельный подействовать на меня стимул, то в этом случае те визикулы, которые обычно не участвуют в освобождении медиатора, это визикулы резервного пула, которые тоже содержат медиатор и составляют до 90% общего пула визикул в пресинапсе, они тоже могут быть задействованы для выброса медиатора. В норме эти визикулы удерживаются с помощью актиновых нитей, о которых я упоминал, которые здесь имеются. Актиновые нити, вот они здесь прорисованы, по крайней мере, попытка такая сделана, имеют специальный белок спектрин, который обеспечивает взаимодействие визикулы, визикулярной мембраны с актиновой нитью и удерживается вот этот резервный пул на этих актиновых нитях. Ну и вот на фотографиях, расположенных выше, вы тоже можете видеть, ну во-первых, вы видите здесь, здесь имеются очень мелкие прозрачные визикулы, визикулы, содержащие медиатор, здесь имеются плотные визикулы, визикулы, которые содержат пептид, и вот цистерны или эндосомы по своей структуре очень близкие, очень крупные, тоже прозрачные, но имеющие более такую плотную оболочку. Значит, вот все разновидности визикул здесь изображены, вы можете убедиться, что действительно на электронной микрофотографии мы такие можем видеть визикулы. Это реконструкция трехмерная собственно вот этого набора визикул, и наконец здесь изображен цикл, сейчас мы о нем упомянем еще чуть более подробно, и вот это в спокойном состоянии визикулярный пул, общий ready to release, это рециклирующий пул, здесь нарисованы стрелочки, что они могут двигаться к мембране, и вот наконец у нас с вами имеется такой резервный пул, благодаря взаимодействию соответственно спектрина, которым покрыты актиновые нити, и вот этого белка синапсина, который имеется на визикулярной мембране, происходит удержание, взаимодействие синапсина со спектрином обеспечивает удержание визикулы здесь, и если у нас включается в результате увеличения концентрации кальция при синапсе разными путями достигаемой активности вот этого фермента, который называется кальций-кальмодулин-зависимый кеназа-2, она фосфорилирует белок синапсина, находящийся на визикулярной мембране, и происходит отсоединение визикулы от цитскелета, и визикула такая может двигаться в направлении уже непосредственно активной зоны для того, чтобы освободить медиатор. Это взаимодействие происходит, это движение происходит взаимодействие специальной ГТ-фазы, которая называется ГТ-фаза РАП-3. Есть такой белочек, который обеспечивает взаимодействие синаптической визикулы, он там расположен, с белками, которые находятся на внутриклеточной поверхности при синаптической мембране. Теперь, что касается собственно вот этого визикулярного цикла, о котором мы очень часто говорим и спрашиваем на экзамене аспиранта, имейте в виду, значит, соответственно, что он из себя представляет. Ну, вы видите, что все визикулы, которые здесь находятся, являются продуктами, сформировавшимися в эндосоме. Да, вот от эндосомы, как мы в прошлый раз с вами говорили, происходит отшнуровывание визикулы и дальше эта визикула занимает свое место в общем цикле. Она становится либо резервной, либо используется непосредственно для выброса медиатора. То есть по своему составу по составу мембраны все визикулы общего пула, они примерно одинаковы. Они все имеют одинаковое количество, одинаковое количество трансмембранных белков, сопряженных белков, они все заполнены медиатором. Количество медиатора может быть разное в зависимости от того, как работает машинерия заполнения, механизм заполнения визикулы молекулами медиатора. В момент, когда приходит потенциал действия, открываются кальциевые каналы, кальций входит внутрь клетки, кальций может быть использован как запускающий процесс высвобождения медиатора сигнал. Но две очень важные заметки на полях. количество кальция, входящего через потенциал управляемый кальциевый канал очень незначительное. Когда мы говорим вот кальций вошел, это не значит, что у нас вся разница в тысячу раз в содержании кальция снаружи клетки и изнутри клетки вдруг уравновесилась. Нет, такого не происходит. Весь мощный градиент нужен только для того, чтобы незначительное по рамкам клетки число ионов кальция или количество ионов кальция проникло в премембранное пространство. То есть оно входит и тут же связывается с кальцией, связывающими белками, обеспечивая механизм высвобождения медиатора. Дальше изменение характера среды, внутриклеточной среды, которая в это время происходит, изменение активности кальций, кальмодолинзависимой протеинки назы, которая может быть связана с этим входом кальция, обеспечивает дальнейшую активацию реанодиновых рецепторов эндоплазматического ретикулума, где находится внутри большое количество кальция, и вот тот кальций, который находится внутри клетки непосредственно в депо, выходит из депо в цитоплазму и обеспечивает нам с вами работу всех механизмов, которые должны отсоединить визику ацитскелета и ее направить дальше уже к мембране. То есть здесь работают разные полы кальция. Когда мы говорим, вот кальций вошел внутрь клетки, это не значит, что вот все заполнилось кальцием. Вот этого всегда должны иметь в виду. Значит, если она вся заполнится кальцием, то клетке не жить. она просто умрет от резкого изменения концентрации кальция внутриклеточной. Значит, вот как только у нас с вами кальций начал работать, неважно, откуда он пришел, у нас начинается транслокация визику в направлении активной зоны. Транслокация тоже не идет путем или не всегда, точнее, идет путем диффузии. Они не просто вот падают на внутриклеточную мембрану. Это все осуществляется с помощью специальных белков, которые отвечают за перемещение визикулы по пресинапсу, за ее причаливание, которое здесь называется докингом, к мембране клетки изнутри нее, в области активной зоны. Дальше с помощью специальных белков осуществляется процесс прайминга, то есть подготовки визикулы к высвобождению медиатора и, наконец, осуществляется собственно с помощью опять же белков притягивание, вот я вам в прошлый раз немножко об этом говорил, сейчас мы еще раз это повторим, притягивание двух мембран, нарушение их целостности, то есть возмущение состава мембраны, то есть смещение элементов мембраны и слияние пресинаптической мембраны изнутри клетки с мембраной визикулы с образованием поры. Опять же, два механизма, две гипотезы равноправных что ли здесь существуют. Есть гипотеза коллапса визикулы, которая говорит, что вот как только образовалась пора, визикула тут же встраивается, визикулярная мембрана встраивается в пресинаптическую мембрану и таким образом осуществляется выброс медиатора. И дальше соответственно вот этот участок быстро покрывается молекулами клатрины изнутри клетки, происходит инвагинация этого участка и образование, снова формирование визикулы и путем эндоцитоза визикула отшнуровывается от пресинаптической мембраны и дальше снова транслоцируется в рециклирующий пул, где заполняется медиатором и процесс возвращается на круги своя. Так заканчивается цикл. И есть вторая гипотеза, которая получила название kiss and run. Это гипотеза, при которой собственно образуется только маленькая пора, через которую медиатор по градиенту выбрасывается в синаптическую щель для того, чтобы уже дальше там работать. есть точка зрения, что вроде как у нас не вполне соответствует скорость формирования клатриновой оболочки и инвагинации визикулы. Она вроде как не вполне соответствует тем процессам, которые наблюдаются непосредственно в ходе синаптической трансмиссии. И вроде бы гипотеза kiss and run она в этом смысле более подходит под описание математического процесса по временам и по скорости работы. В общем, пока они обсуждаются как равнозначные и ничего такого вроде бы опять же нет какой-то такой окончательной точки зрения. Это то, как с помощью электронно-микроскопической томографии была смоделирована синаптическая визикула. Вы видите в данном случае, что это такой шарик из липидной мембраны. И вот он такой огромный сильно волосатый шарик. Это трансмембранные белки. Вот этот крупный белок это атефаза. протонная помпа, которая принимает участие в накачке протонами внутриклеточной среды, внутри визикулярной среды. И благодаря обмену с протонами работают у нас транспортеры, которые могут транспортировать медиаторы внутрь визикулы. И довольно большое количество уже известных белков, которые принимают участие либо в процессах взаимодействия в процессах докинга, в процессах фьюжена, вот это слияние в процессах удержания на активном анцитоскелете визикулы. То есть вот так примерно это пространственно организовано. И вот на этом рисунке здесь более темными такими не знаю насколько хорошо это видно на экране более темная такая зелень, которая в составе мембраны это молекулы холестерина, которые укрепляют, помните, мы с вами говорили, что холестерин играет важную роль в составе клеточной мембраны, что это не просто какой-то чуждый ненужный компонент, который мы должны избегать с вами всегда. И вот этот рисунок, эта упрощенная структура, и вот эти красные волокна, синаптобревина это важнейший белок, принимающий участие в процессе выброса медиатора. Если мы с вами развернем мембрану, основные белки перечислены, которые принимают участие в заполнении внутри везикулярной полости медиатором, это помпа протонная, атефаза, мы с вами о ней говорили какое-то время назад, это транспортер медиатора, и эта группа белков, это важнейшие белки, которые принимают участие непосредственно в процессе докинга, фьюжинга, прайминга и фьюжинга, синаптической везикулы в пресинапсе. Собственно, весь путь везикулы от активного цитскелета начинается в результате фосфорилирования синапсина, который с помощью спектрина мог удерживать на вот этой нити везикулу. дальше процесс прикрепления и удерживания везикулы в области активной зоны осуществляется с помощью вот этих трех белков. Синаптобревина, который был там нарисован на слайде раньше в виде красных этих волокон, торчащих с поверхности, это трансмембранный белок, его довольно много, и второй белок, принимающий участие в прикреплении и удержании везикулы на пресинаптической поверхности, это синтаксин, и опосредуется это все белком с таким названием Мунк. Здесь они нарисованы в данном случае вернемся на минуту назад. ГТ-фаза РАП-3 обеспечивает взаимодействие начальное с белками мембраны с внутриклеточной стороны в пресинапсе. Далее, когда синаптобревин и синтаксин взаимодействуют, синаптобревин на поверхности везикулы, синтаксин входит вот здесь сиреневый везде показан и белок Мунк. В неактивном состоянии они не участвуют в обеспечении взаимодействия везикулы и пресинаптической мембраны. В активном состоянии взаимодействуют с синаптобревином и образуется комплекс удерживающий везикулу в месте контакта в активной зоне непосредственно. Вот еще одна более крупная схема. Важнейшее участие в везикулярном освобождении медиатора принимает снейр-комплекс, белки снейр-комплекса. Вы помните, мы в прошлый раз с вами говорили, существуют белки виснеер, это как раз синаптобревины, синаптатагмин, расположенные на везикуле, и белки тиснеер, то есть это белки таргетные на таргетном месте, на мишени, это синтаксин и снап-25. Для того, чтобы произошло это взаимодействие между этими белками, необходимо не только их стерическое соответствие друг к другу, то есть они должны просто близко подойти друг к другу, но необходимо обязательно для того, чтобы это взаимодействие осуществилось, чтобы вошел кальций. Когда у нас приходит потенциал действия, открывается потенциал управляемый кальциевый канал, незначительное количество кальция входит через канал, каналы расположены непосредственно вблизи от находящихся здесь же трансмембранных белков Теснейр комплекса. Это стерически так запрограммировано, они должны так находиться, потому что непосредственно молекула, йон кальция, входящий в клетку, должен активировать весь комплекс этих белков и не проникнуть дальше. Кальций, связывающим белком, который приводит всю систему в активность, является синаптотагмин, расположенный на синаптической визикле. Он имеет два места связывания с кальцием и синаптотагмин приводит в активированное состояние белки системы МУМКа, которые обеспечивают прочный контакт между ГТ-фазой РАП-3 и МУМКами, которые находятся в мембране пресинапса. Дальше вот этот активный комплекс способствует тому, что визикула приближается к пресинаптической мембране, расстояния здесь становятся маленькими и становится возможным взаимодействие непосредственно между элементами ВИСНЕР комплекса и ТИСНЕР комплекса. Два белка относятся к ТИСНЕР. это синтаксин. Синтаксин это трансмембранный белок, встроенный в пресинаптическую мембрану и белок СНАП-25. Это достаточно сложный. Он не является интегральным белком, хотя может иметь интегральную часть, опущенную в саму мембрану, не проходит мембрану насквозь. Чем характеризуется? Тем, что вот эта часть, которая укрепляет его на мембране, она сильно полиметейлирована, содержит много полиметиновой, покрыта остатками полиметиновой кислоты, одна из форм посттрансляционной модификации, о которой мы с вами говорили на одной из первых лекций. И это позволяет защитить вот эту часть молекулы от того, чтобы она разрушалась элементами протеолиза внутриклеточного, то есть он еще и защищен. СНАП-25 дает две альфа-спиральных части, которые принимают участие во взаимодействии с молекулой синтаксина и синаптобревина. Значит, эти альфа-спиральные части выстраиваются друг напротив друга очень плотно и при наличии концентрации кальция, соответствующий ионов кальция начинают скручиваться в плотный канатик. Значит, помните, мы с вами говорили, что канат очень прочная структура и в цитскелете используется. Вот это скручивание, оно становится тем самым механизмом, который начинает сближать две мембраны и убирать молекулы воды, которые их разделяют. И наконец, поскольку точный механизм того, что приводит к возмущению мембран, то, что нарушает их целостность, интегративность, неизвестен. Нарушение интеграции мембраны, интегральности мембраны, целостности мембран, приводит к тому, что мембраны становятся способными слиться друг с другом и сформировать открытие, пору. Один из возможных механизмов это то, что в этом принимает участие протонная помпа. Я, по-моему, об этом тоже упоминал в какой-то из прошлых лекций. Ну и, собственно, вот поэтапно что происходит и последовательность, в которой происходит взаимодействие белков между элементами комплекса Виснер и Теснер, соответственно, слияние мембраны. Так, мы это пропустим. Да, упомяну, что, вот, мы говорили с вами на самой первой лекции, что разные токсины существуют, которые, собственно, направлены на нарушение вот этого комплекса белков СНЕР-комплекса. Ботулиновые токсины, столбнячный токсин, они разрушают разные вот эти вот самые белки и тем самым нарушают трансмиссию в первую очередь нервно-мышечную, что приводит к параличу мышц. Значит, синаптическая щель, что в ней происходит? Значит, это экстраклеточная часть синапса. Здесь находятся внеклеточные элементы рецепторов, каналов, транспортеров и так далее. Здесь же находятся молекулы клеточной адгезии, которые удерживают друг относительно друга активную зону присинапса и постсинаптическую мембрану. и характерной чертой того, что молекулы клеточной адгезии, которые в этом задействованы и входят в том числе и затем составляют постсинаптическую плотность, они все очень похожи по своей структуре и имеют специфический домен, который их отличает. Это ПДЗ-домен и домен характерен также для скафолдных белков, которые составляют постсинаптическую плотность. Здесь мы можем с вами посмотреть, как устроена синаптическая щель. Это не пустое место, сюда опущены рецепторы, дальше здесь находятся различные молекулы клеточной адгезии. Это эфриновый рецептор, эфрина B, нейролегин и нейрексин, которые характерны для возбуждающих синапсов. Это энкотгерины, которые обеспечивают взаимодействие при постсинаптической мембране. Вы видите, что сюда же обращены каналы различные, канальные рецепторы и другие разные рецепторы, которые имеются в постсинаптической мембране. Что еще характерно для синаптической щели? В синаптической щели происходит метаболизм медиатора и собственно она играет очень важную роль в том, чтобы утилизировать медиатор, который выделился из пресинапса. Утилизация может происходить разными путями, например, в холинергическом синапсе, здесь в постсинаптической щели находится специальный фермент ацетилхолинэстераза, который разрушает ацетилхолин, высвобождающийся из пресинапса с образованием остатка уксусной кислоты и холина. Холин дальше захватывается системой захвата холина высокофинного и используется в пресинапсе для синтеза ацетилхолина из кофермента А и холина. Происходит ферментативный перенос остатка уксусной кислоты на молекулу холина, образование ацетилхолина. Ничего не пропадает в организме, просто так, все нужно использовать. В глутаматергическом синапсе не происходит расщепления глутамата непосредственно в синапсической щели, но для этого приспособлена система активного транспорта, активного захвата глутамата. Глутаматные транспортеры расположены на мембранах астроцитов, которые покрывают глутаматный синапс. Глутамат захватывается, переводится в глутамин, глутамин поставляется непосредственно в пресинаптический нейрон, где происходит синтез глутамата из глутамина, заполнение синаптических визикул, и дальше он используется снова для трансмиссии. Постсинаптический компартмент. Чем характеризуется? Очень высокая концентрация рецепторов. В постсинаптической мембране рецепторов примерно в тысячу раз выше, чем на любом другом участке клетки, который находится за пределами синапса. И они все сосредоточены непосредственно в области активной зоны, эти рецепторы, для обеспечения эффективности трансмиссии. Второй важный компонент постсинапса это постсинаптическая плотность, так называемая. Название пошло опять же из электронной микроскопии, когда видели сосредоточение темного вещества вдоль постсинаптической мембраны. И здесь содержится огромное число разных белков. Основными белками постсинаптической плотности являются специальные белки, которые способны полимеризоваться и образовывать такую сеть. Это белки в глутаматном синапсе белки постсинаптической плотности 95, PSD-95. И в гаммкаргических синапсах это белки гиферины, которые образуют именно такую специальную сетку, которая мало того, что является связующим звеном между белками, находящимися в мембране непосредственно, еще связывает их с якорными белками, белками цитоскелета и таким образом укрепляет эту область для того, чтобы эффективно осуществлялась передача. И здесь же находится очень большое число разных ферментов, которые задействованы в трансдукции сигнала, то есть обеспечивают передачу и проведение сигнала не только с точки зрения генерации постсинаптической потенциала, но с точки зрения обеспечения метаболического сигнала, то есть для того, чтобы клетка могла видоизмениться постсинаптическая или изменить свой метаболизм в ответ на приходящий стимул, увеличить синтез соответствующих рецепторов, увеличить транспорт в отношении мембраны, латеральный транспорт, то есть обеспечить сближение рецепторов под активной зоной этого активного синапса, то есть все предназначено для этого. Дальше, ну вот здесь перечислены собственно, да, у нас те белки, которые могут быть связаны непосредственно с элементами постсинаптической плотности, ну, по-моему, об этом тоже упомянула, там и синтеза находятся вблизи и комки 2 и другие белки, и здесь же находятся в постсинаптическом мембране метаботропные рецепторы, то есть рецепторы не канальные, а те, которые связаны с системой вторичных посредников и как раз с метаболическим следом, об этом мы будем говорить на следующих лекциях. Ну вот здесь в данном случае приведены примеры электронно-микроскопических изображений возбуждающего синапса и тормозного синапса, слева возбуждающий синапс, и вы видите вот стрелками черными обозначены элементы постсинаптической плотности, и вы видите насколько хорошо она выражена по сравнению с тормозным синапсом, который справа изображен. Вы видите, что гораздо менее плотная структура, гораздо меньшего размера, и это зависит не от размера активной зоны, а от того, что действительно хуже гораздо выражена постсинаптическая плотность в гаммкорротических синапсах. И в отличие от глутаматных синапсов, которые расположены на шипиках, на специальных выростах дендритов, тормозные синапсы это в основном тело клетки и стержневая часть дендритов. Вот там они находятся. Еще один момент интересный, на который обратили внимание авторы этой работы, недавно опубликованы достаточно. Значит, что важно отметить, то, что про постсинаптическую структуру химических синапсов мы знаем гораздо больше, чем про постсинаптическую структуру электрических синапсов. Все, что связано с PSD-95, белками, которые сопряжены с PSD-95, это более-менее известно. Про белки, которые связаны с электрическими синапсами и постсинаптическими компартментами электрических синапсов практически неизвестно ничего. Вот, собственно, это вам поле для будущих исследований. о чем мне практически в заключении хотелось бы упомянуть, важным отметить. Я покажу вам сейчас несколько слайдов, два, по-моему, осталось. Это структура постсинаптической плотности глутаматного синапса и структура постсинаптической плотности гаммкорргического синапса. Во-первых, вы видите, что огромное число белков важным элементом любой постсинаптической плотности является наличие белков скафолда. Что такое белки скафолда? Это белки, которые прикреплены к мембране постсинапса с внутренней стороны и белки, которые обеспечивают сопряжение работы сигнальных каскадов внутриклеточных для того, чтобы правильно интерпретировать, если можно так выразиться, тот сигнал, который приходит к клетке от пресинаптического окончания. Скафолд это такая белковая структура, которая имеет участки связывания для других белков и либо является ферментом по типу протеинки киназа, которая может фосфорилировать другие белки, либо является белком, к которому причаливают, имеют участки связывания для других белков, то есть участки, куда они могут причалить, для того, чтобы провести сопряжение пространственное разных белков для осуществления процесса фосфорилирования и активации или инактивации этих белков. Вот для этого эти белки скафолда нужны. Когда вы про них в литературе что-то читаете, имейте в виду, что это такая важная структура. Это про то, что они имеют очень похожие элементы в своей структуре, вот такие PDZ-домены, и сколько бы их разных не было, они все практически имеют один или несколько таких доменов. Это вот такая характерная специальная структура, которая позволяет им выполнять их функцию. Даже небольшие точечные мутации в этих белках могут приводить к нарушению сигнальных процессов и развитию различных психических нарушений, начиная от аутизма и заканчивая шизофренией. В частности, к скафодным белкам относится диск. Те, кто, наверное, людьми занимается и занимается проблемой шизофренией, вы знаете, что это один из белков, мутация в котором ведет к развитию шизофрении у людей. И есть такие даже мыши, на которых изучают роль этого белка в сигнальных процессах различных мозгов и так далее. То есть, это очень важное семейство белков. И постсинаптическая плотность гамкорргического синапса. Вы видите, что, во-первых, она намного меньше выражена по сравнению с тем, что есть в глутаматном синапсе. Основным белком постсинаптической плотности является геферин, хотя главным образом это белок, который наблюдается в глициновых рецепторах и в гамк-А рецепторах, гамк-С и гамк-Б рецепторы. Они имеют другие белки, с которыми они сопряжены по своей активности. И вторым отличительным моментом для постсинаптической плотности в гамк-А 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 синапсах или точнее в тормозных синапсах является то, что, как я упоминал, они расположены на теле и на дендритах, причем на стволе дендрита, на стволовой его части. И соответственно, эти рецепторы постсинаптические через гиферин сопряжены с системой микротрубочек. Не актиновых филаментов, а микротрубочек. То есть, это другая система внутриклеточного транспорта и, соответственно, другая система, которая обеспечивает совершенно другие сигнальные процессы и транспорт внутри клетки. Ну и просто красивая картинка. Хочу закончить. Это структура мотонейрона с его синаптическими контактами. Реконструкция, сделанная с реальной фотографией, окрашенной иммуногистохимически. Просто красиво. Спасибо большое за внимание. Если у кого-то есть какие-то вопросы... Спасибо большое, Юрьич. Я просто пока тоже собираюсь с вопросами. Хотела уточнить. Оказывается, 4 мая это рабочий день. Будем читать в авторник? Чего нет? Хорошо. Тогда на всякий случай мы встречаемся в следующий раз 27-го, а потом 4-го мая. Хорошо. 27-го Алексей Юрьевич и 4-го мая. Да. Сначала у нас Малыш Алексей Юрьевич, потом обратно. Коллеги, есть вопросы? А можно вот Шарова? У меня руки нет поднять. Можно спросить вопрос? Да, конечно. Михаил Юрьевич, огромное спасибо за, как всегда, содержательную интересную лекцию. А вот меня интересует, вдруг мы недооцениваем представленность электрических синапсов. Можно предположить, что, например, на уровне ствола, где осуществляется регуляция вегетативных функций, где ответы должны быть очень быстрыми. представленность их на самом деле недооценена. В частности, у высших млекопитающих, включая человека. с высокой степенью вероятности, потому что, во-первых, на них очень долго не обращали внимания вообще в центральной нервной системе. Считалось, что, поскольку их так мало, то, в общем-то, что на них обращать внимание. Во-вторых, наверное, мы не всегда правильно оцениваем скорость реакций, которые мы наблюдаем. и, наверное, не всегда мы можем или могли до настоящего времени корректно оценить. Сейчас это целая отдельная область совершенно. Люди, занимающиеся электрическими синапсами, очень много печатают разных материалов. В принципе, даже довольно много обзоров на эту тему за последнее время было напечатано. Поэтому я думаю, что это будет быстро такая развивающаяся область. Тем более, что, поскольку структура коннексонов и коннексинов, их составляющих, очень похожие, а помимо коннексинов там еще есть инексины и еще, по-моему, паксилины, если мне память не изменяет, которые принимают, а, коннексины, которые принимают участие в образовании таких контактов. То есть, вполне вероятно, что мы вообще просто не трогали никогда эту область и считали, что она малозначима, но, в общем, я знаю, что есть довольно интересные данные, потому что есть и панексиновые мыши сейчас, и, по-моему, даже в России есть, кто-то занимается ими, и показывают, что, в общем-то, этот сигнальный путь достаточно важен для нервной системы. И, наверное, мы должны просто более пристально как-то туда смотреть. Просто из-за нашей... Известно же про химические синапсы, там медиаторы есть, там понятно, что изучать. А здесь, в общем-то, медиаторов нет. До белков, до подробного изучения мы только-только к ним подобрались с разными возможными вариантами, молекулярно-биологическими, наверное, и электрофизиологическими тоже можно подумать, как это делать, потому что, вот я видел, разные методы используются. Поэтому я думаю, что, да, нас здесь ждут большие открытия. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей. Можно вопрос? Да, да, да. Вот кальций влияет на визикулы, правильно? На все взаимодействие визикулы в пресс-синаптическом обмечении. Так как потенциал действия на него влияет вся система натрий-калевая система, как она взаимодействует с теми процессами, которые вы описали в лекции? Значит, натриевые каналы принимают участие в распространении потенциала действия. Это однозначно. Значит, это известно. Соответственно, калевые каналы и натрий-калевая помпа, все это мы на позапрошлой лекции разбирали, как происходит собственно сам регуляторный процесс. Здесь очень важно понимать, что за счет потенциала действия у вас происходит изменение разности потенциалов на мембране, то есть происходит деполяризация мембраны. Кальциевые каналы являются потенциал-управляемыми, то есть их состояние открытое, активированное или инактивированное зависит от разности потенциалов. Как только у вас произошла деполяризация, у вас происходит изменение конформации белка, составляющего, образующего кальциевый канал, и кальциевая пора открывается. Значит, когда приходит потенциал действия, вот он дошел по аксону до аксонного окончания, распространился, произошла деполяризация в аксонном окончании, который находится в пресинапсе, уже непосредственно в синаптическом окончании, деполяризация открывает кальциевый канал, и кальций, поскольку очень большая разница, в тысячу раз различается содержание кальция снаружи клетки и внутри клетки, он по градиенту концентрации просто через, в растворе, через водный канал стремится войти внутрь клетки. Когда ионы начинают входить внутрь клетки, здесь же белочки все очень близко расположены, и на белках есть специальные участки связывания этих кальциевых ионов, и кальций тут же начинает связываться этими кальций-связывающими белками, синапсотагмином, и это все, вот эту машину начинает активировать. К чему приводит связывание иона кальция с участком связывания на белке, меняется конформация белка, то есть меняется его форма пространственная, открываются участки связывания для других белков, они начинают вступать во взаимодействие, благодаря изменению структуры они сближаются, благодаря наличию участков связывания они притягиваются, как только они начали взаимодействовать между собой, они начинают скручиваться, это вот так устроена структура белка, что как только у нас в одном месте произошло взаимодействие, меняется заряд, у вас электростатически начинают притягиваться или отталкиваться другие участки молекулы, структуры молекулы, она начинает менять свою форму и вот в данном случае происходит вот такое застегивание, как это даже зип называется, зиппиринг, застегивание, вот эти белки быстро скручиваются в канат и происходит собственно слияние мембраны одной с другой, образуется пора, медиатор выбросился. Как только у нас с вами изменилась форма визикулы, меняются в мембране, начинают меняться структурно участки соседние между разными белками, раз меняются эти структурные участки начинается изменение зарядов на молекуле, потому что аминокислотные остатки они не несут заряд, есть нейтральные, но во взаимодействиях как правило участвуют заряженные и дальше снова у нас начинает, дальше это все приводит к разворачиванию, дальше настраивается клатрин, потому что появляются участки связывания, а его здесь много, клатрин имеет специальные участки связывания друг с другом, полимеризуется, образуется очень сложная такая структура гексомерная и у него за счет увеличения жесткости молекулы в результате связывания он начинает инвагинировать сам по себе образовывать шарик и тянет за собой мембрану, потому что он взаимодействует с белками встроенными непосредственно в мембрану, он начинает их тянуть, оттягивать и мембрана начинает такую вот вогнутость формировать, инвагинацию такую, и дальше снова вот до тех пор пока у нас не образуется узкая шейка, дальше динаминовая молекула оборачивает эту шейку, потому что здесь все друг с другом рядышком держится, благодаря наличию вот этого самого примембранного белкового слоя, выстроенных специальным образом белков в мембрану, встроенных в мембрану, они не случайным образом здесь все расположены, потому что так закодировано, они сюда должны были доставиться системой транспорта, они каждый имеют меточку специальную из аминокислотных остатков, и в соответствии с этой меточкой они в это место приплывают, их в это место транспортируют другие белочки, вот они сюда пришли, и дальше благодаря системе молекулярных взаимодействий они начинают встраиваться, это все в общем достаточно упорядоченная вещь, иначе это не будет работать, поэтому и постсинартическая плотность так сложно устроена, потому что если у вас не будут эти белки специальным образом упорядочены, то есть это не рассол, не бульон, в нем просто так не плавает все друг относительно друга. пусковой механизм пусковой механизм для кальциевого канала, он откроется, кальций вошел, начинается вот эта система взаимодействия между белками. Спасибо. Да, мне кажется. Да, тут, ну, потому что здесь, ну, да, здесь нужно, тут можно каждую систему рассматривать вот прям индивидуально, потому что это на самом деле это очень интересно, но вот сложно все сопрячь в отведенное время. Мы же тоже должны как бы... У нас еще вопрос от Виталия Михайловича. Да, да, да. Здравствуйте, спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня вопрос тоже по кальцию, а именно по кальциевому имиджингу. То есть вы говорили, что кальций работает очень локально, а вот когда мы видим, когда, так сказать, кальций в имиджах, мы видим, что весь нейрон светится. Да, спасибо большое за этот вопрос. Кальций в нейроне у вас светится во всем объеме только благодаря тому, что он выбрасывается из внутриклеточных депо. Но насколько быстро он выбрасывается, настолько же быстро он связывается кальций связывающими белками. Потому что кальций связывающих белков гораздо больше, и они все предназначены на то, чтобы убрать лишнее количество кальция. Есть кальций связывающие белки, которые связывают специально, только для этого предназначены, связывают несколько десятков молекул кальция, ионов кальция. То есть он вышел, где-то завел специальный каскад, который он должен был активировать. И более того, даже выход его из внутриклеточных депо способствует открытию кальциевых каналов на ретикулами, которые дальше высвобождают кальций внутриклетки. Поэтому этот выход быстрый, но тут же весь избыток кальция вяжется обратно белками и обратно возвращается эндосомально уже в составе эндосом, все это обратно возвращается в ретикулу. И плюс включаются помпы тут же моментально, которые начинают качать его обратно. То есть вы видите вроде как быстрый выброс кальция, но это кальций не тот, который вошел через канал в плазматическом мембране, когда он в объеме у вас виден. Потому что когда мы говорим о синаптических процессах, то это кальций, который дальше премембранного слоя практически никуда не уходит. Он потому что весь здесь практически связывается, когда входит. А вот то, что вы видите, когда клетка вспыхивает кальцием, это благодаря тому, что активируется рианодиновый рецептор, и через рианодиновый рецептор кальций начинает течь из внутриклеточного депо. Потому что там такой же градиент концентрации действует огромный в цитоплазме микро, в ретикулуме мили. Но ретикулум окружен мембраной, и поэтому тут вот это все защищается, клетка защищается. А если у вас будет кальция так много, что клетка не сможет защититься, у вас в клетку пойдет вода, она набухнет и просто умрет. Спасибо большое. Метахондрии, конечно, да. Конечно, конечно. Спасибо большое. Вроде вопросов больше нет. Тогда в следующий раз встречаемся во вторник. Спасибо. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего доброго.